Обменять водительское удостоверение, получить международные права, зарегистрировать транспортное средство. Все эти процедуры, с которыми каждый человек сталкивается хоть раз в жизни, сейчас значительно упростились. И могут занимать гораздо меньше времени и практически не отрывать вас от повседневных секущих дел. То есть миновать очередей лишних поездок в МРЭО и потраченных нервов можно благодаря предварительной записи с использованием единого портала государственных услуг. Пользуясь данной услугой, гражданин в удобное для себя время может записаться на регистрационные действия транспортного средства, выдачу или обмен водительского удостоверения через личный кабинет пользователя. Если вы не зарегистрированы на портале, вам нужно пройти несложную процедуру регистрации. Для этого нужен паспорт, карточка с НИЛС и номер мобильного телефона. Вы указываете свои данные, а по окончании проверки подтверждаете учетную запись. Процедуру можно осуществить в офисах Ростелекома, МФЦ, через Почту России или в кабинете номер 7 в МРЭО ГИБДД. Если вы уже зарегистрированы на портале, вам нужно зайти в личный кабинет, в каталоге Госуслуг выбрать необходимую вам услугу, заполнить требуемые поля и выбрать удобное для вас дату, время посещения и подразделение МРЭО. Легко, удобно и просто. Записываешься на сайте Госуслуг, в течение 5 минут принимаются документы и ждешь, в своей очереди, уже на выдачу готовый документ. Я заранее записываюсь на определенное время, к этому времени подхожу и сдаю свои документы. В течение 20-30 минут уже вызывают и я получаю уже готовый документ. Подразделением РЭО ГИБДД ОМВД России по Рязанской области по адресу Солнечное 1 организовано специальное рабочее место с возможностью выхода на сайт Госуслуги.ру, где сотрудники госавтоинспекции окажут практическую помощь по созданию личного кабинета на сайте единого портала государственных услуг, в том числе подтверждение личности, что значительно сократит время регистрации. С начала текущего года в электронном виде предоставлено более 8 тысяч услуг по регистрации транспортных средств, выдачи или замене водительских удостоверений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество оказываемых таким образом государственных услуг значительно возросло. Сегодня в МРЭО, кроме прочего, проходит День правовой помощи, в рамках которого любой посетитель может задать свои вопросы сотрудникам. А те окажут необходимую консультативную помощь. Я приобрела автомобиль. Какие документы нужно, чтобы поставить на учебу? Для регистрации автомобиля в регистрационном подразделении вам необходимо написать заявление, оплатить государственную пошлину, сделать страховой полис ОСАГО и со всеми документами обратиться в любое регистрационное подразделение, которое ближе к вам. Также вы можете подать заявку через единый портал госуслуг и выбрать удобное для вас время и место. Стоит отметить, что в разделе «Ваш контроль» вы можете оставить отзыв, дать объективную оценку работы подразделения в целом и оставить предложение по улучшению работы межрегистрационного отдела. Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. И сегодня в нашей студии Алексей Сергеевич Балабанов, временно исполняющий обязанности начальником РЭО ГИБДД Рязанской области. Здравствуйте, Алексей Сергеевич! Здравствуйте! Мы сегодня договорились поговорить о портале госуслуг. Что это за портал и как давно, расскажите, он действует именно в рамках ГИБДД, как давно он запущен? Портал предоставления госуслуг ГИБДД существует у нас с января 2013 года. Там можно получить такие услуги, как выдача водительского удостоверения, регистрация транспорта и на федеральном уровне информацию об административных штрафах. Расскажите, пожалуйста, об основных преимуществах и удобстве вот этого портала госуслуг. В чем вообще его особенности и почему им так популярно сейчас пользоваться? Основными положительными моментами использования портала госуслуг является, во-первых, его доступность. То есть любой человек, который имеет доступ к интернету, может подать заявку через портал. И также возможность подавать заявку на определенное число, удобное для человека, и на определенное время конкретное. То есть он будет уверен, что в это время он подойдет и ему предоставят выбранную им госуслугу. Для того, чтобы зарегистрироваться на портале, необходимы два документа. Это паспорт гражданина и СНИЛС. Скажите, а вот часто люди вообще прибегают к использованию портала госуслуг или предпочитают по старинке прийти, отстоять в очереди? Пока у нас люди не совсем готовы к использованию портала, хотя определенная динамика положительная есть. То есть если на первый квартал 2016 года количество, обратившихся на портал, было менее 5% от общего количества поданных заявлений, то сейчас эта цифра составляет 15,9%. А с чем связано? С отсутствием информации, распространенной в широких кругах, о том, что портал запущен? Или с тем, что люди просто привыкают к определенной схеме? Я думаю, что как раз из-за того, что люди привыкли к определенной схеме, и по ней они действуют. Вы перечислили, что конкретно можно, какие услуги получить с помощью портала. А теперь расскажите, пожалуйста, о последовательности действия, алгоритм, схему. Каким образом начать? Куда зайти? Где все вообще? Изначально нужно, конечно, зайти на сам портал, то есть это интернет-сайт www.gosslugi.ru Создать там личный кабинет, то есть зарегистрироваться. Для этого, как я уже говорил, необходимы два документа. Это паспорт и СНИЛС. Для этого сначала нужно зайти на сам портал, это интернет-сайт www.gosslugi.ru и создать там личный кабинет, то есть зарегистрироваться. Для этого нужно ввести свои анкетные данные, принять условия сайта, после этого создать себе пароль, то есть личный кабинет будет создан. И в самом конце необходимо подтвердить личность. Подтвердить личность можно через Ростелеком в МФЦ, либо на Солнечный 1 в кабинете номер 7. Сотрудники подтвердят. А кто чаще всего приходит в ГИБДД, кто пользуется этой услугой? Есть ли такая статистика? Это девушки, юношки, какая возрастная группа? Может быть, бизнесмены, которые экономят свое время? Ну, как таковой статистики не существует, но изначально, когда только портал заработал, это в основном были молодые люди, то есть молодежь, которые пользуются интернетом часто. В настоящее время приходят и люди в возрасте, и бизнесмены, и сейчас очень часто обращаются юридические лица. А какую услугу чаще всего предпочитают с помощью портала использовать? Или нет тоже такой статистики? Есть. В основном это выдача водительского удостоверения. То есть именно эта услуга пользуется популярностью. Можно ли поговорить о том, с какими подводными камнями могут столкнуться люди, если воспользовались порталом госуслуг? Есть ли некоторые трудности, которые могут возникнуть? Может, рекомендации какие-то дадите? Да, в общем-то, там трудностей никаких нет. Для человека, который когда-либо пользовался интернетом, не составит труда. Но если возникают у граждан какие-то трудности, то, опять же, в седьмом кабинете на Солнечной 1 инспектора всегда помогут и смогут зарегистрировать и подтвердить личность. И скажите, пожалуйста, может быть, для того, чтобы привлечь каким-то образом людей, вот мы с вами поговорили о том, что по старинке, по привычке люди не пользуются порталом и приходят, стоят в очередь, тем самым и свое время тратят. И создают определенные неудобства, в том числе сотрудникам госакта инспекции. Для того, чтобы наверняка привлекать людей к использованию портала госуслуг, у вас есть определенные акции, предложения, может быть? Ну, акция какая? С 1 января 2017 года существует 30-ти процентная скидка для тех, кто подал заявку через портал госуслуг и там же оплатил государственную пошлину. Она действует только по понедельникам, насколько? Нет. В настоящее время выделен отдельный день для граждан, которые подают заявки через портал госуслуг. Это понедельник. В понедельник принимаются только заявления граждан, которые подали заявку через портал госуслуг, как на совершение регистрационных действий, так и на выдачу водительских удостоверений. Спасибо вам большое, Алексей Сергеевич, что пришли к нам в студию. У нас в гостях был временно исполняющий обязанности начальником РЭО ГИБДД Рязанской области. Мы говорили о портале госуслуг. Я надеюсь, нашим телезрителям была полезна эта беседа. Прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова